Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Сегодня я приготовила для вас очень атмосферное, доброе, теплое, мотивационное, вдохновляющее видео с предрождественской атмосферой. И сейчас я взяла вас с собой на шопинг. У меня как-то долго, наверное, как у многих, не было вот этого праздничного настроения, но в ноябре у меня оно редко бывает. А вот в наших магазинах с декором оно появляется по расписанию, независимо от обстоятельств, уже 1 ноября. Сейчас мы с вами находимся в таком недорогом магазине с домашним декором, с какими-то штучками для поделок на Нунана. Я постаралась написать название тех магазинов, в которых я была, поэтому на экране можете видеть. И у нас в этом году не сильно будут украшать Краков, наверное, только главные улицы и торговые центры без подсветки, даже без вот этих шариков, без особого какого-то рождественского настроя. А по магазинам походить, вдохновиться, это самое оно. Я также подоставала то, что у меня было, пересмотрела и просто, знаете, решила порассматривать, что же такого интересненького представлено в новом ассортименте. Но у меня не было цели купить все с нуля, знаете, полностью все обновить, возможно, в следующем году. В TK Max мне совершенно не понравилась подборка этого года. Пару лет тому назад я купила там несколько классных вещей, именно новогодних, да, то статуэтки, то подсвечники, и посуда у меня есть. А в этом как-то бедненькое все это напоминало один большой склад, в котором нужно рыться, и у меня на это не было сил. Это стоковый магазин, и там все-таки все вот эти артикулы будут дороже, чем в Пепко, чем в Праймарке, в Юске, в том же Nanunano. То есть ценник от 10 долларов и выше. Ну, где-то в районе 20, вот, например, была посуда, но в этом году только все именно новогоднее, рождественское. А я такое не люблю, мне нравится, когда это что-то универсальное, что я могу использовать целый год, и на гриле, и на дни рождения, да даже на каждый день. Поэтому я беру что-то нейтральное, чтобы я потом это все могла комбинировать. В Кракове также открылся первый Праймарк. Вы просили меня, чтобы я туда сходила, и, слушайте, там было столько людей, что даже если бы я что-то нашла для себя, то я не готова была бы стоять в такой огромной очереди. Был аншлаг. Я была не в первые дни открытия, но, тем не менее, я видела, как люди буквально боролись за какую-то мелочь. Мне понравились там и свечи. Вот если бы у меня ничего не было, то я бы собрала неплохой новогодний набор. И еще там были очень красивые штучки для ванной комнаты, какие-то коврики, полотенца. И я была перед вот этой черной пятницей, поэтому, в общем, наверное, в следующий раз, если будут какие-то еще и скидки, и у меня будет побольше времени, то, может, что-то куплю. Но, в целом, ассортимент помимо чего-то для дома меня не зацепил. Да, недорого, но мне показалось, что по качеству это хуже, чем H&M. А вот свечи, какие-то безделушки очень даже неплохие. Потом я отправилась в Юск. И в Юске вот нужно попасть в такой магазин, где не будет, опять же, все раскидано. И когда у кого-то, кто занимается мерчендайзингом, есть вкус, то они способны так красиво это все представить покупателю, что тебе хочется снести все. А это было похоже больше на какой-то, опять же, чуть ли не склад. Но именно в Юске я купила больше всего. У них, кстати, тоже недорого, и можно найти что-то интересное и что-то, что долго сужит. Если в Нану-Нана было нашествие домиков, то в этом Юске, в котором была я, было нашествие гномов или это такие Деды Морозы. Ну, не знаю. В общем, мне пришлось по отдельности все смотреть, потому что некоторые композиции, которые были в этом Юске, ну, вообще просто из разной оперы. Но вот именно в Юске часто неплохое соотношение цены и качества за какой-то там декор, за чашечки, за небольшие и приятные мелочи. Я подумала, что еще рановато все так наряжать, как на само Рождество, и ставить елку. Поэтому сейчас я буду использовать коричнево-кремово-зеленую гамму. Я поставлю маленькую елочку, добавлю что-то такое, знаете, нейтральное, можно сказать. А шик и блеск у нас будет на Рождество и красно-серебристая гамма. Где-то через две недели мы будем делать веночки с подружками. Поэтому сейчас такая универсальная база, которая у меня, наверное, будет даже до конца зимы. Посмотрим. Возможно, у меня поменяется настроение. Итак, что я приобрела? Две наволочки. Они есть разных цветов, и сейчас на них приятная цена в Юске. Вот такая штучка тоже из Юска. Я снимала ее как-то красиво еще в осеннем декоре, или просто мы с вами были в Юске. Очень прикольно выглядит, напоминает клубок пряжи. И это керамика, только она такая матовая. Очень эффектно смотрится в интерьере. И также взяла вот такой поднос. Ну как поднос? Это просто подставка. Можно использовать и в кухне, и в ванной комнате, где захотите. Я потом перемещу ее в ванную комнату. А пока что она будет обитать в нашем зале на столе. И вот здесь я буду создавать композицию. Это мне просто понравилась свеча. Если найду какую-то нейтральную из того, что у меня есть, то использую ее. Взяла вот такую веточку, потому что она с шишками. Хотя у меня есть натуральные ветви. И, наверное, она будет у нас в спальне. В большом флаконе, в большой вазе. Флакон по-польски зеленый, который у нас есть. А еще что-то. Вот такая вазочка. Она тоже мне приглянулась еще осенью. Похожие есть в H&M и вообще даже на Алиэкспресс. Я видела, но они везде дороже. А в Юске... Не помню, во сколько она мне обошлась. Но, правда, девочки, мне еще и скидку дали на вот этот вазон. Поэтому я сильно не потратилась. Я хочу вам сказать, вот эта очень красивая ваза. Она такая шуршавая немного. Это тоже керамика тяжелая. Я сравнивала ее с той, которая у меня была в прошлом году. Такой карамельной. Она буквально на 2 см ниже. И я думаю, что моя зимняя композиция из веток... Сейчас поприношу, что у меня есть. Будет смотреться очень красиво. Также взяла вот такие полотенца на кухню. Но это не для того, чтобы вытирать руки. Во всяком случае, сейчас. Потому что это будет мой декор на печке. Я очень устала после торгового центра. Реально. Весь этот шопинг, точнее съемка, отняла у меня все силы. В Nano Nano нашла очень красивые снежинки. Вот. Посмотрите, какая классная. Она сделана из бисера. Конечно, стоила чуть дороже, чем некоторые елочные игрушки. Но мне она показалась оригинальной. И даже можно куда-то просто на веточке повесить. Но, конечно же, она будет и на нашей елке. И вторая снежинка тоже из бисера. Вот такая. Там были разные. Я взяла всего лишь две. Мне нравится докупать какие-то елочные игрушки. Каждый год появляются новые. И мне нравится, когда все они разные. А вот этот наборчик я тоже взяла в Nano Nano. Даже в Ашане есть. И я не вижу смысла ехать за елочными игрушками в какой-то конкретный магазин. Но разве что вам нравятся расписные, ручной работы. Вот набор стоил 30 злотых. И тоже мне пригодится не только мне, но и подружкам. Потому что я закупаюсь сразу нам всем. Нам веночки наши. И на все, что мы будем делать. Я бы очень хотела в этом году сделать еще и что-то на стол. На Рождество у нас всегда там стоит. Какой-то декор, который убирается довольно быстро, чтобы поместить все блюда. Но тем не менее. Ну что, давайте начнем. Сейчас это выглядит вот так. Потому что у нас завяли цветы. Все никак не выпью свой кофе. И я все забываю вам сказать, что тюль, которую я покупала в Юске, это лучшее приобретение прошлого сезона. Не раздражает, красиво смотрится. И вот та из Икеи настолько раздражала меня. Она никакая. Самая дешевая, но просто мне нравятся гладкие. Это с вкраплениями, но все равно. Я каждый раз спускаюсь, смотрю и думаю, наконец-то, наконец-то я поменяла. А еще хочу повесить звезды в ближайшее время. И, пожалуй, уберу вот эту лампу. Но это не точно. Тыковки тоже уже слегка не актуальны. Хотя при входе у нас они до сих пор есть. И пусть себе там лежат. Выпью кофе и начинаем. Я так спешила. Я была так увлечена процессом. Я хотела поскорее расставить все до приезда мальчиков и Томика с работы. Поэтому я даже не заметила, как мой пончик куда-то съехала. Но это не столь важно. Я достала вот эти старые снежинки из Юска. Веночек у меня тоже из Юска с прошлого года. Но в актуальной коллекции они также представлены. Он сразу продается с подсветкой на батарейках. И можно запрограммировать таким образом, чтобы он включался в определенное время суток. Такие подставки, например, можно найти в H&M. Они чуть другие по оттенку и дороже. Но как альтернатива. Дорожка у меня тоже из H&M. А это свеча, которую Томик недавно купил в Тикой Максе. Он тоже любит покупать что-то для дома. Не так часто, как я. Но тем не менее. В вазу я вставила живые веточки, которые с одной стороны оказались лишними из больших веток. А с другой стороны мне и так всегда все пригодится. Я их слегка подрезала внизу. Убрала лишние, потому что они слишком пышные и не поместились бы в вазу. Свой букет в этом году я собирала частично из того, что у меня осталось с прошлого года. Это все живые веточки. Они просто покрыты краской. Что-то засушено. Что-то покрыто чем-то таким мягким. Даже не знаю, что это. Я покупала их в цветочном магазине. Мне уже очень нравится, как получается. Но я сейчас добавлю еще вот такие шарики, которые я купила в Nanu Nano на осенние распродажи. Но похожие есть сейчас в пепку. Я вам показывала. Я покупала своей Насте в качестве подарка. Мы иногда без повода друг друга радуем. И отдам ей при встрече. Вот эти шарики я потом заменю на что-то поярче. Возможно, красного цвета. Но это уже на само Рождество или серебристые. Посмотрим. Но к такой композиции даже без хлопка, просто на веточки очень прикольно повесить елочные игрушки. Если нет возможности поставить елку, если у вас маленький ребенок. И вообще, например, для елки нет места. Или хочется зимнего декора, так как в моем случае. И вот эти шарики будут очень прикольно смотреться с колосками от декоративной травы, которые будут видны за окном завтра утром. Я сниму для вас. У нас, видите, уже 4 часа вечера, поэтому темно. Они очень необычные. И это не стекло, а пластик, насколько я понимаю. Хотя, может и стекло, потому что вроде как холодный. Но в любом случае оригинальные. Потом я все это перемещу на елку. Помните, осенью я покупала светящиеся шары? Тоже в папку я же вам говорю, что это один из моих любимых магазинов. И я тогда не использовала их в осеннем декоре. А сейчас с такими натуральными элементами очень здорово впишется. Даже батарейки еще не вставила. Сейчас разложу. Должно красиво получиться. Вот такие шарики сейчас продаются много. Где? Они бывают из разных материалов. И тканевые, и металлические. И также можно найти что-то поярче, блестящее. Любого цвета, какой пожелаете. Это вообще не проблема. Добавила свечи. Потому что наши сгорели. И у меня неплачущие языки. То есть они не разливаются. Не пачкается стол и сам подсвечник. Как же я рада, что недели две тому назад я заказала компанию, которая помыла наш диван. И я кайфую от того, что нейтрального цвета я могу менять подушки или наволочки хоть каждую неделю. И все сюда подходит. Также я решила сменить ковер. Это наш старый ковер. Еще, господи, сколько ему лет? Наверное, лет 12. Мы его покупали в старую квартиру. Он был с первым нашим ремонтом. И он такой живучий. Мы как раз привезли его после химчистки. Все-таки собака большая. Такая погода, что ковры нужно регулярно стирать. И на столик я положу зимнюю салфетку. Она полностью расшита бисером. Я покупала ее в прошлом году в TK Max. Это ручная работа. Стоила она копейки. Прикольно. Даже без звезд. Вам как? Вчера я не успела сделать все. Поэтому продолжу. Сегодня я принесла уже нашу небольшую елку. которая будет стоять здесь до момента, надеюсь, приезда моих близких. И когда Тома привезет уже большую, которую мы будем украшать всей семьей. А вот эту я покупала в нашем цветочном магазине Маргарита. Он находится в деревне Лишки. Это недалеко от нас. И, по-моему, у них есть где-то магазин еще и в Кракове. Такие же я тоже видела на цветочном рынке. Она на вот такой деревянной ножке. А вот эта часть искусственная. Она как будто покрыта снегом. У меня садится голос. Это продолжается целый год. Sorry. Я вроде как уже не болею. Но, тем не менее, голос периодически меня подводит. Еще мне хотелось бы задействовать, как это, комод. Или как он правильно называется. Который находится под телевизором. У меня здесь стоят и бокалы, и какие-то свечи. Но я освободила центральные полки. И мне кажется, что если я туда поставлю домики с подсветкой, то будет очень атмосферно. Эти домики у меня тоже года два, наверное, уже. Но сейчас они во многих магазинах. Единственное, что я хочу вам сказать. У меня они керамические и блестящие. Они не так пачкаются. И с них просто смахнуть пыль. Принесла сюда оставшиеся веточки. И думаю, что тоже их добавлю. Посмотрим, что у меня получится. А наверх, наверное, поставлю совсем чуть-чуть вот этого ангелка. То ли я сама его купила, то ли мне его когда-то подарила свекровь. Я уже не помню, потому что он со мной уже точно несколько лет. Из какого-то местного магазина. Это такая же елка, как своей Насте покупала из Пепко. Ну и свеча. Шишки можно насобирать, если у вас где-то есть красивые. Вот эти я покупала, наверное, на цветочном рынке. У нас они есть и натуральные, и окрашенные. Но можно окрасить при помощи баллончика. Просто мне удобнее было сделать так. Ну что, эта ниша готова. Мне кажется, очень прикольно получилось. Но я покажу вам, насколько волшебно это выглядит вечером, когда включается подсветка именно в домиках. Потому что беспредел справа и слева не будет бросаться в глаза. Там будет темно. А вот по центру супер красиво. Я вчера просто примеряла. Так что в конце влога обязательно покажу вам. Ну а здесь сверху поставила только то, что осталось, чтобы не мешать народу смотреть телевизор, и чтобы ничего случайно не перевернули. И этого достаточно. Знаете, у нас как раз дом был после генеральной уборки. И я еще и пораставляла вот такой светлый нейтральный декор. Томак приехал и говорит, Оля, такое впечатление, что у нас даже светлее дома. Я спрашиваю, а не рано ли? Нет. Он говорит, не убирай, оставь. Наоборот, хорошо, что ты взялась за это дело. Так красиво, так уютно. И мне стало так приятно. Иногда такие добрые слова тебя еще больше мотивируют. Это ничего не стоит. И не забывайте говорить какие-то комплименты, что-то приятное друг другу. Потому что в самом деле это может зарядить второго человека, как-то его подбодрить, и ему будет хотеться делать еще больше. Теперь наслаждаюсь атмосферой дома не только днем, но и вечером. Так как я сказала, вечером мы с вами рассмотрим это все. Я даже не знаю, как мне нравится больше днем или вечером, но в любом случае важно, чтобы в вашем доме, в том месте, где вы живете, вам было комфортно и уютно. И так, как любите вы. Вы просили меня снимать какие-то рецепты. Так что домашний уют мы дополним еще и ароматными закусками, сладостью и даже напитком, если я сегодня успею. Начнем мы с запеченных груш с сыром. Я посмотрела эти рецепты, не поверите, в тиктоке. Было много сохранений, восторженных отзывов, поэтому показалось, что это интересно. И если это в эфире, то это действительно так. Я сейчас буду запекать груши с сыром. Вообще сочетание любых фруктов и даже ягод с сырами это нечто невероятное, еще и с медом. Я пробовала в сыром виде, а вот в запеченном нет. Груши я буду запекать с камембером. Вы можете выбрать ваш любимый сыр. Это может быть даже сыр с плесенью. Также нам понадобится мед, розмарин и кешью, которые я не достала, но походу это сделаю. Можно запекать груши в кожуре. Я же их почищу и уберу сердцевину. Здесь я уже приготовила противень с пергаментом для запекания и разогреваю духовку до 200 градусов. Ставим запекать груши до мягкости. У меня они довольно твердые, поэтому мне, наверное, придется подержать подольше. Пока груши запекаются, мы с вами нарежем наш сыр и немного измельчим орехи. На запеченную грушу выкладываем сыр. Конечно же, сыр можно нарезать помельче. И теперь ставим груши в духовку буквально на 2 минутки, чтобы сыр подогрелся, но не рассекся. Теперь посыпаем любимыми травами. У меня это будет розмарин. Немного поливаем медом. И посыпаем орешками. Наша первая закуска готова. Это действительно вкусно. И берите сразу себе заметку на Новый год. Теперь сделаем с вами елочки. Сегодня никого нет дома, кроме меня и Юки. Поэтому я буду готовить сама. Но если у вас есть дети, то привлекайте их, потому что это интересно и это не слишком сложно. У меня 2 пачки французского теста, готового из магазина. Также нам понадобятся палочки. У меня деревянные палочки для шашлыков. Они у меня были, поэтому мне повезло. Здесь я смешала коричневый сахар. Вот он, корицу. Немного ванильного сахара. Честно говоря, я делала на глаз. Масло должно быть обязательно мягким. Оно у меня слишком растаяло, потому что делала в термомиксе, и я его засунула в морозилку. Но зато мне теперь будет проще это все размазывать. Оно там было буквально 3 минуты, но тем не менее уже успело подзастыть. И наверх нашей елки прикольно было бы прицепить звездочку. Что-то пошло не так, потому что я купила пряники. Есть разные печеньки. Я нашла только такое. Пряники из бедронки, они великоваты. Ну, я сделаю. Я думаю, что дети будут в восторге, когда вернутся домой. Даже несмотря на то, что они великоваты. Аккуратно раскладываем один пласт теста и размазываем масло с корицей. Поверху выкладываем второй пласт теста. Чуть-чуть раскатываем. И разрезаем на полоски вдоль длины теста. Складываем импровизированную елку. И накалываем на нашу палочку. Я думаю, что они все у меня получатся разными. Но не это главное. Не знаю, насколько они могут увеличиться в размере. Поэтому я поставлю на 15 минут и сделаю следующую партию. Вот что у меня получилось. Только со звездами не сложилось. Потому что... Ну, видите. Слишком большая. Но если вы найдете печенье поменьше. Или какие-то сердечки. То прикольно это надеть на шпажку. Но даже с детьми вместе приготовить такие елочки. Испечь. Очень здорово. Вместо круассанов. Например, на завтрак. Или на полдник. Или к чаю. Теперь будем готовить кое-что соленое. Это будет елка. Но не простая елка. Для этого я возьму готовое дрожжевое тесто для пиццы. Так же нам понадобится моцарелла. У меня вот такая кусковая. Чеснок. Масло. Пармезан. И любая зелень. Это может быть розмарин, петрушка. Или вот у меня есть базилик, например. Открываем тесто. И нарезаем его квадратами. Так как во время праздников ни у кого из нас нет много времени. Поэтому я решила и сама попробовать кое-что такое приготовить. Чтобы на скорую руку. И это тоже пригодится мне на Новый год. Моцареллу мы тоже нарезаем небольшими кубиками. Теперь в каждый такой квадратик нашего теста мы заворачиваем кусок сыра. И формируем шарик. Чуть-чуть защипываем, чтобы наш сыр не вытек. Выкладываем наши шарики на пергамент. Формируя елку. Смазываем нашу елочку желтком. И ставим запекать. У меня на упаковке от теста было написано 12-15 минут при температуре 220 градусов. Вы, пожалуйста, почитайте, что написано у вас. Елочка запеклась. Я здесь уже растопила масло с большим количеством чеснока и с петрушкой. И смазываем наши булочки. Сверху еще немножко посыпаем пармезаном. Ну и теперь смотрите, в чем фишка. Оторваться невозможно. Очень вкусно. И внутри сыр. Видите? И мой вам совет. Кладите побольше сыра. Хорошо защипывайте. Делайте сразу елку больше. Все будут ее щипать. Это очень удобно. Вкусно. И подавайте в теплом виде. Ну и последнее, чем мы с вами сегодня займемся. Мы сварим вкуснейший зимний напиток. Выкладываем апельсин. Мне казалось, что это клюква. Кто-то писал, что это не клюква. Ну, это зимние ягоды. У меня они замороженные. Кладем кору корицы. Если у вас ее нет, просто добавляйте обычную. Заливаем все водой. Можете посластить или добавить мед, но мед греть не очень хорошо. Забыла включить камеру. Насыпала еще чуть-чуть корицы и доводим до кипения. Невероятный аромат. Аромат праздников. Я думаю, никто из вас не сомневался в том, что я вернусь за этой чашкой. Невозможно вкусно. Ну что, друзья мои. Я с вами сегодня наготовилась. Наукрашалась. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Отмечать меня в инстаграме, если будете готовить или декорировать свой дом. А на этом мы с вами прощаемся. До скорых встреч уже совсем скоро. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»